так здорово смертные с вами Павел Первый и как вы думаете догадались из названия этого ролика сегодня речь пойдет о кратере Онгора а точнее о journey to Онгоро или экспедиции Онгора как вам удобнее так я бы хотел сегодня поговорить в общем об этом во-первых нам представили трейлер этого дополнения который на мой взгляд вышел крайне отвратительным в плане того что туда запихнули и дешевые мультяшные анимации в стиле мультов дешевых девяностых двухтысячных на мой взгляд стилистику ролика это совсем не вписывается и это все впечатление испортило с этими красивейшими артами которые там были представлены не знаю зачем так сделали они но ушла отврат во-вторых это само представление ролика ни музыки ничего тупо какой-то рассказ по тире подготовка от Элизы звездочета к тому что мы отправляемся туда короче на мой взгляд это крайне отвратительный ролик из чего следует что близо могут сомневаться в успехе этого дополнения иначе бы они его сделали бы качественно но меня лично не порадовали анимации хотя они могут вполне экспериментировать но не суть на самом деле на мой взгляд дополнение практически ничего нового не привносит и сейчас я вам расскажу что там такое вообще происходит сам трейлер как дополнение нам анонсировали в виде некоторого ролика постановки на фоне хромакея но мне так лично кажется вряд ли они в настоящие джунгли заходили да и как-то не похоже там это особо скорее всего это просто постановочные декорации но не суть мне сам ролик понравился хорошо придумали сделали вот и там же анонсировали все основные механики изменения которые произойдут в кратере унгора короче будем просто унгора назвать кратер неправильно будет это говорить путая все время и так во первых идут новую категорию существ который называется элементали конечно то что элементали вилет хорошо новые комбинации но практически все основные используемые элементали они уходят в вайлд они используемые это всякие яростни и все вот но с другой стороны исходя из этого скорее всего так как у скорее всего наверняка обязаны завести туда элементали иначе смысл было вводить новую категорию существ вот я на сто процентов уверен исходя изо ртов нас ждет новый яростень показали новую механику адаптации но по сути это такие рандомно вдаваемые бафы существа ну знаете 84 на четвертом ходу поставить это уже наверное неплохо и такие новые яростень причем механика адаптации имеет только 10 возможных вариаций не знаю как это заиграет не знаю но ничего такого со просто бесплатные по сути бафы то есть близые могут вполне себе делать давление на агро какой-то хотя это просто я пока и скажу из того существа которое имеется не знаем сколько там из 135 кажется карт новых что там будет ну и главное наверное нововведение это так называемый задач это легендарное заклинание карта за одну ману разыгрывая которую вас появляется знак вопроса над персонажем по тип секрета который выглядит немножко иначе конечно суть этой карты заключается в том что вы после разыгрывания должны выполнить некоторую задачу так сказать квест после того как вы выполните задание вам выдают какую-то награду примере показанном нам выдавали легендарку жреца 8 8 которые устанавливают хп до 40 единиц у жреца конечно же в комментах под постом у близов развелось куча споров о том как эта карта должна работать вот она просто установит там максимальный лимит 40 хп не будет ему восстанавливать сюда 40 мне кажется нет она будет работать как алекстраза то есть вам ровно минуя максималку установит 40 хп что конечно же будет являться мощным подспорьем для самого жреца но чтобы получить такую карту хоть она и стоит 5 маны и 8 8 там нужно изрядно попадать и постараться разыграть эти чертовы 7 десратов а следовательно жрецу надо создавать колоду основанную на хрипах и только 7 карт с хрипами я думаю будет мало потому что так или иначе может случиться что вам просто до конца игры эти карты не будут приходить и там нужна колода с пресмертными хрипами конечно же в голову мне сразу бросается энзот колода поскольку она возрождает существ с пресмертными хрипами а условия если я не ошибаюсь не сказано что вы должны разыграть этих существ а просто призвать как следствие используя энзота вы сможете очень быстро выводить всюду конечно на десятом году этот квест вот в общем-то и остальные нововведения в этом он гору не знаю пока рано судить конечно но мне чет пока не очень зашло и механики не какие-то впечатляющие вот что мне обидно что призы после дополнения забывают о своих нововведениях и просто забивают на них допустим те же гоблины и гномы хотя я могу ошибаться да я ошибаюсь после конечно немного механизмов не выпускали это логично но они выпускали да на гвг по сути именно про механизм не забилила хотя бы карты приходить выпускали но дальше идет воодушевление вспомните это большой турнир воодушевление может быть и не играет но блин до сих пор с момента большого турнира ни одного существа работающего на воодушевление до сих пор поправьте мне если ошибаюсь там вроде ни одного существования было и это печально идем дальше что там у нас еще есть но черная гора ванна на новых механик вроде не принесла дальше у нас идет после чг точнее после него идет бт а потом а потом после бт соответственно выходит лига исследователей а там механика раскопка который блага хотя бы об этой механики не забыли вроде еще есть карты которые работают на раскопках новые дополнения потом идет пробуждение древних богов и там все опирается на взаимодействие с богами ну логично полагать что на ктуна уже запили йог сарона понерфили остается только энзот и и шарадж который не играет хотя фановых колодах его очень часто используют после богов конечно же горожан выходит он там конечно да специфичная тематика порталы и их больше не будет это ладно дальше у нас злачный город прибамбас к и там все опирается на баф руки именно баф руки и опять же вопрос будет ли в новом дополнение что-то такое теперь мы только адаптируемся под адаптацию в общем суть этого подкаста было докопаться до близок в том что они забывают вообще о своих старых дополнениях и используем их там механиках ну и конечно же до ролика который выглядит на мой взгляд весьма плохо ну и рассказать вам что вообще близко чем-то занимается но если что-то интересное по этому поводу я запишу обязательно еще подкаст ну а пока я вам предлагаю задавать дальше вопросы поскольку наверное новый подкаст с ответами на вопросы не за горами и и возможно он скоро будет возможно даже в марте там все с вас лайк подписочка и ждите ждите новых подкастов хотя это даже девочки получился она всем пока